На сцену приглашается ректор московской консерватории Александр Сергеевич Соколов. Да, дорогие друзья, сегодня у нас встреча совершенно особенных. И никогда не терпись в волнения открывать такой концерт, потому что это некоторые свидетельства многолетней, пятилетней, точнее, работы великолепного педагогического состава Московской консерватории и их великолепных воспитанников. Сегодня здесь, на этой сцене, это тоже наша традиция, были вручены дипломы. Дипломы 148-му выпуску Московской консерватории. И это очень красивая была церемония, которая включала в себя не только получение этого драгоценного документа, но и некоторого обмена музыкальными приветствиями. Уже сегодня на этой сцене выступали те, кто закончил консерваторию в этом году. А сейчас будут выступать их товарищи. Я просто расскажу, как это происходит, поскольку это тоже такая приятная, не столь давняя традиция по итогам государственных экзаменов, когда оставляются оценки, то каждый факультет делает предложение, кого из своих представителей вывести на эту сцену уже на встречу с вами, на встречу с публикой. И на протяжении целого дня комиссия слушает всех в полном объеме всю программу для того, чтобы подумать о том, кому предоставить это право, как расставить их по порядку, в том, чтобы этот концерт превратился в настоящий праздник. Вот сегодня на ваш суд выносится именно такая программа. Я надеюсь, что она доставит вам радость. Радость тоже тем, что на этой сцене будут сегодня представлены не только те инструменты, которые мы привыкли видеть на сцене Большого Зала, которые являются номинациями конкурса Чайковского, а здесь будет значительно более широкая баллитра. Это музыканты, которые в свою жизнь связались с симфоническим оркестром, но каждый из них, царист, каждый из них получает это право высказывания в соответствии с замужным композитором. А сегодня они будут высказываться здесь уже именно как полноценные правые царисти. Но вот прежде чем приступить к этому музыкальному пиршеству, мне очень приятно также при вас поздравить тех, кто назван лучшими выпускниками года. Это также очень ответственная процедура, поскольку назвать самых лучших далеко не просто, тем более, что их количество ограничено нашим римитом, их 10. Но вот уже не первый год мы эту десятку выбираем, и сегодня они уже поднимут свою цену второй раз. Первый раз они получили сертификаты и памятные подарки. Это были подарки, подготовленные членами нашего попечительского совета. А вот сейчас мне очень приятно вручить совсем драгоценный подарок, который предоставила нам ювелирная фирма Галерея Михайловна. У нас действительно очень приятная возможность возникла отмечать юбилеи наших предыдущих ресторанов, которые, как правило, именно на этой сцене и празднули свою другую дату, вручением им памятного ювелирного подарка. И вот теперь эта традиция еще раз выкранилась и на студентов, но на тех, которые названы десяткой лучших. Поэтому сейчас, вот на этом окраине, вы видите это изделие из серебра и золота, где написано «Лучший выпускник 2017 года». А теперь те, кому это предназначено, выгодны от усы. На сцену приглашаются лучшие выпускники 2017 года. Карина Тимурова, вокальный факультет. АПЛОДИСМЕНТЫ Игнана Нижинская, факультет симфонического и хорового дирижирования. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Краснодарский, историко-теоретический факультет. Дмитрий Путников, композиторский факультет. Ольга Белонодова, композиторский факультет, кафедра современного хорового исполнительского искусства. Алексей Вовченко, оркестровый факультет, духовые и ударные инструменты. Леонид Железный, оркестровый факультет, струнные инструменты. Дмитрий Путников, композиторский факультет, струнные инструменты. Дарья Воронцова и Ольга Колосова, факультет исторического и современного исполнительского искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ